Здравствуйте! Лекция номер 13. Тема «Протокол Frame Relay». Обзор протокола ретрансляции фреймов. Протокол ретрансляции фреймов Frame Relay представляет собой стандарт консультативного комитета по международной телефонии и телеграфии. Консультатив комитет for International Telegraph and Telephone. В настоящее время отдел стандартизации при Международном телекоммуникационном союзе ИТУТЭ и Американского национального института стандартов American National Standards Institute NC, описывающий процесс передачи данных по открытым сетям данных Public Data Network, PDN. Эта сетевая технология канального уровня была создана для обеспечения высокопроизводительной и эффективной связи. Протокол ретрансляции фреймов действует на физическом и канальном уровнях эталонной модели ОСИ, но для коррекции ошибок используют протоколы верхних уровней, таких как TCP. Протокол ретрансляции фреймов первоначально планировалось использовать на интерфейсах ICDN. В настоящее время этот протокол является стандартным промышленным коммутируемым протоколом канального уровня, используемым для работы с различными виртуальными каналами, с использованием и инкапсуляцией протокола канального управления высокого уровня High-Level Data Link Control, HDLS, для обмена данными между соединенными устройствами. Протокол ретрансляции фреймов использует виртуальный канал для установки соединений, через ориентированную на соединение службы. Сетью, обеспечивающей интерфейс протокола ретрансляции фреймов, может быть как открытая сеть одного из национальных операторов связи, или сеть, обслуживающая отдельное предприятие, оборудование которое принадлежит частному владельцу. Протокол ретрансляции фреймов обеспечивает пакет на коммутируемый обмен данными, который происходит по интерфейсу между устройствами пользователя, такими как маршрутизаторы, мосты и хосты, и сетевым оборудованием, таким как коммутирующие узлы. Как было сказано ранее, устройство пользователя часто называют оборудованием терминала данных Data Terminal Equipment – DTE, а сетевое оборудование, взаимодействующее с DTE, называется оконечным оборудованием канала данных – DCE. На рисунке 13.1 протокол ретрансляции фреймов Frame Relay определяет процесс установки соединения между маршрутизатором и коммутирующим оборудованием локального доступа, используемым провайдером услуг. Ниже объясняются некоторые термины, используемые в лекции при обсуждении протокола Frame Relay. Скорость локального доступа Local Access Rate Скорость порта Скорость установки соединения абонентского канала со средой протокола Frame Relay Она характеризует скорость поступления данных в сеть и получения данных из нее. Идентификатор канального соединения Data Link Connection Identify DLSI, как показанное на рисунке 13.2 DLSI представляет собой номер идентифицирующего логический канал между устройствами отправителя и получателя. Коммутатор протокола ретрансляции фреймов назначает DLSI каждой паре маршрутизаторов для создания постоянных виртуальных каналов. Интерфейс локального управления Local Management Interface LMI Стандарт сигналов, передаваемых между офисным оборудованием пользователя CPE и коммутатором протокола Frame Relay ответственным за установку связи и поддержку статуса этих устройств. Интерфейсы локального управления могут поддерживать Механизм анализа активности, проверяющий наличие передачи данных по линии. Механизм многоадресатной передачи Multigas, предоставляющий сетевому серверу свои локальные DLSI. Групповую адресацию Изменение сферы действия DLSI путем придания своим локальным DLSI глобального статуса. Статусного механизма, придающего выходной статус идентификаторам локального управления, известны только данному коммутатору. Согласованная скорость передачи информации коммитет Information Rate CIR представляет собой гарантируемую провайдерам услуг скорость передачи в битах секунд. Согласованный объем, максимальное количество битов, в которых коммутатор должен передать за установленный интервал времени, согласованный скоростью. Обратное явное уведомление о перегрузке. Backward Explicit Cognition Notification BESN, как показано на рисунке 13.3, когда коммутатор протокола ретрансляции фреймов обнаруживают в сети затор, он посылает BESN пакет маршрутизатору в сети. Отправитель с инструкцией уменьшит скорость передачи пакетов. Если маршрутизатор получает такой пакет в текущем временном интервале, то он уменьшает скорость передачи на 25%. Индикатор разрешения на отбрасывание пакетов DE. Когда маршрутизатор обнаруживает в сети затор, коммутатор фрейм релей первым отбрасывает пакет с установленным DE-битом. Бит DE устанавливается на пакет избыточного потока данных, то есть превышающего согласованную скорость передачи. На рисунке 13.3 коммутатор протокола ретрансляции фреймов посылает BESN пакета маршрутизатору отправителя с целью снижения или ликвидации перегрузки в сети. Функционирование протокола Frame Relay Протокол Frame Relay может быть использован в качестве интерфейса к службе, предоставляемой поставщиком услуг или к сети, оборудование которой принадлежит частному владельцу. Для создания общей доступной службы на основе протокола ретрансляции фреймов коммутирующие оборудование этого протокола размещается на промплощадке в центральном офисе телефонной станции поставщика услуг. В этом случае пользователь получает экономические преимущества за счет использования регулируемым потоком данных скорости передачи. Им не приходится тратить время и усилия на администрирование и поддержку службы и оборудования сети. Для сетей, использующих протокол Frame Relay, не существует стандарта на оборудование, осуществляющая внутренние коммуникации. Поэтому поддержка интерфейсов протокола Frame Relay не требует обязательного использования этого протокола между сетевыми устройствами. Таким образом, как показано на рисунке 13.4, могут быть использованы традиционные коммутации каналов, пакетная коммутация или комбинированный подход, объединяющий обе эти технологии. На рисунке 13.4 протокол Frame Relay может использоваться в качестве интерфейса к сети за счет соединения между собой таких устройств, как коммутаторы этого протокола и маршрутизаторы. Линии, соединяющие устройства, пользователи с сетевым оборудованием могут работать со скоростями выбираемого из широкого диапазона. Типичными являются скорости от 56 кбитсекунду до 2 мегабитсекунду, хотя протокол ретрансляции фреймов может поддерживать как более высокие, так и более низкие скорости. DLSI протокол Frame Relay в качестве интерфейса между оборудованием пользователя и сетевым оборудованием на рисунке 13.5 протокол Frame Relay предоставляет средства мультиплексирования при обмене данными, называемых виртуальными каналами, через совместно используемую физическую среду путем назначения DLSI каждой паре устройства ДСЕ. На рисунке 13.5 одно физическое заднение обеспечивает непосредственную связь со всеми устройствами сети. Мультиплексирование, осуществляемое в соответствии с протоколом Frame Relay, представляет более гибкий и эффективный способ использования доступной полосы пропускания. Этот протокол позволяет пользователям совместно использовать одну полосу пропускания, сокращая их финансовые расходы. Например, представим себе, что имеется распределенная сеть, использующая протоколы Frame Relay. Этот протокол можно представить как группу дорог, владельцем которых является телефонная компания. Они еще занимаются их ремонтом и поддержкой. Можно арендовать дорогу-полосу исключительно для своей компании, выделенную или заплатив меньше, арендовать полосу на совместно используемой дороге. Конечно, протокол Frame Relay может быть полностью реализован в частных сетях, однако там он редко используется. Стандарты протоколов Frame Relay уговаривают параметры адресации постоянных виртуальных каналов ПВС, которые в сети протоколов Frame Relay конфигурируются и управляются администратором. Постоянные виртуальные каналы характеризуются своими идентификаторами DLSI. В DLSI протокол Frame Relay имеет локальный характер. Это означает, что ее значения в распределенной сети протокола ретрансляции фреймов не являются уникальными и могут совпадать. Два устройства DTE, соединенные одним виртуальным каналом, могут использовать различные DLSI для обращения к одному и тому же соединению. Ситуация, когда протокол Frame Relay представляет средства мультиплексирования логического обмена данными, коммутирующие оборудование провайдера службы, сначала создает таблицу, задающую значение DLSI выходным портам. При получении фрейма коммутирующие устройства анализируют идентификатор соединений, доставляя фрейм на соответствующий выходной порт. В конечном итоге еще до отправки первого фрейма устанавливается полный путь к пункту назначения. Список использован литературы.